Друзья, смысл сегодняшнего видео и сегодняшнего действия заключается в обмане. Бокс это шахматы и карты в одном флаконе. Кто кого обманет. Поэтому психологическое действие, финт, которое используется в боксе, оно крайне важно для того, чтобы раскрыть соперника и сделать какое-то свое техническое действие. Спонсор показа Вода Триллионер. Доставка ледниковой воды по Москве. Подписчикам Максима скидка по промокоду BOX. Что сейчас я попытался продемонстрировать? То, что человек реагирует на любой внешний раздражитель. Есть какая-то реакция с моей стороны. Соответственно, человек реагирует, моргает. Эту реакцию человека, которая дана нам от природы, мы можем использовать для того, чтобы эффективно работать с соперником. Например, мы стоим и начинаем боксировать. Простейший финт. Простейшая работа. Я бью жестко по печени. Да, вот Зенур даже сейчас начинает активно уводить руку вниз, в нижнюю часть. Тем самым открывая, например, голову под лево-боковой. Я буду в реальной ситуации, в реальном бою делать это достаточно жестко. То есть я первым движением жестко пробиваю. Заставляю соперника активизировать защиту на печени. Раз, пробил. Да, вот сейчас он уже начинает дергать руку. Не знаю, сознательно или нет, для того, чтобы закрыть печень. И следующим движением, понимая, что соперник закрывает печень, я просто имитирую это действие. Вижу, что рука уходит из зоны защиты. Наказываю. Все то же самое справедливо для разных других вариантов финтов. Например, Сауль Альварес очень часто выкидывает правую руку, работая жестко правой рукой в средней ближней дистанции. Он просто выкидывает, вот сейчас Зенур опять моргнул, выкидывает просто вверх. Тем самым заставляя соперника каким-то образом перекрывать голову. И после того, как соперник реагирует на эту правую руку, он очень жестко пробивает левым апперкотом снизу вверх. Сергей Ковалев часто использовал такую фишку. Он выносил правую руку в сторону, то есть тоже жестко пробивая периодически справа. Соперник ожидает жесткого правого отсюда. Раз ударил, два ударил. Потом просто я показываю, да, видишь, немножечко соперник начинает реагировать на это движение. Как только он среагировал, пошел еще какой-то удар. Поэтому финт в боксе – это любое ложное действие, которое заставляет соперника раскрыться. Но это ложное действие должно быть качественно подготовлено. То есть если я первый раз начинаю жестко пробивать, я заставляю соперника так или иначе выходить на какую-то мне удобную, выгодную позицию. Отрывать руки от защиты, перегруппироваться и так далее, и так далее. И любой вариант вот такого действия после моего финта, он влечет к раскрытию какой-то части тела соперника, что мне позволяет работать фактически по открытым площадям. Поэтому, друзья, наша с вами важнейшая задача – финты могут быть разные. То есть это может быть провокация, это может быть работа просто головой. Я могу опустить руки и заставить соперника побить прямый удар. Например, руки опустил, да, вот, ну сейчас одиночным просто, как вариант, кидает. Да, первое движение я ушел. Вот, соперник ведется на мою провокацию, просто опуская голову, ведется, бам, наказал. Еще раз, левое кинул, раз, наказал. То есть любое мое действие, которое заставляет соперника раскрываться, является финтом, является ложным действием, которое помогает мне четко, точно по площадям поработать и точно попасть по нужной точке. Зинуру, спасибо большое. Друзья, лайки, подписка. Я думаю, что вам был понятен формат моего объяснения. Комментарии, жду ответной реакции. Чего-то Зинуру приуныл. Продолжение следует... Продолжение следует...